Сегодня Бабушкинский суд Москвы выдал санкцию на арест Шаты Элис Барашвили. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, в пособничестве в убийствах, совершенных Амираном Георгадзе в Красногорске. По данным Следственного комитета, Элис Барашвили присутствовал при расстреле всех четырех жертв, снимал происходящее на камеру мобильного телефона и не пытался остановить своего начальника. Главного фигуранта Георгадзе ищут уже четвертые сутки. Возможные мотивы преступления одна из основных тем в российских СМИ. Очень много пишут о деловых связях, а также о конфликтах Георгадзе с районными чиновниками. Репортаж Тимур Сиразиева. Я сам жертва и не виновен, заявил Шата Элис Барашвили в суде. Водитель обвиняемого в четырех убийствах Амирана Георгадзе признался, что это он принес в администрацию сумку с оружием. Говорит, не знал, что в ней. Также подозреваемый подтвердил, что снимал убийство на телефон, а аппарат забрал обвиняемый. Зачем мы мобильный телефон снимали? Расправлено, чтобы остановить убийство. Скутерист Константин Смыслов, сотрудник службы безопасности газеты «Московский комсомолец» стал случайной жертвой. Он лишь спросил у Георгадзе, все ли у него в порядке. Амиран Георгадзе, по словам Элис Барашвили, до первого убийства вел себя, как обычно, был спокоен. Когда водитель скрылся от своего шефа, то поехал не в полицию, а домой. Пришел домой и рассказал. Все решение было принято наше, что надо идти и сдаваться. В следственном комитете Элис Барашвили подозревают в соучастии в убийствах. Там считают, что у водителя была возможность скрыться от Георгадзе и раньше, сразу после убийств администрации. Сегодня адвокаты просили отпустить Элис Барашвили под залог в 3 миллиона рублей. Прокурор заступал за арест. Суд поддержал это требование. Имеется основание полагать, что находясь в свободе Элис Барашвили может скрыться от следствия и препятствовать производству по делу. А обстоятельств препятствующих задержания Элис Барашвили под стражей не имеется. Администрация Красногорска по-прежнему закрыта для посетителей. В городе сегодня хранили жертв убийцы. Руководители электросетей Георгия Катлеренко провожали в последний путь на родном предприятии. С заместителем главы администрации прощались здания Дворца культуры. Юрий Караулов проработал в местной администрации более 35 лет. Занимался вопросами землепользования и социальной защиты. На траурной церемонии был и глава Красногорского района Борис Рассказов. По данным свидетелей, обвиняемый хотел расправиться и с ним. Не застав чиновника на рабочем месте, Георгадзе поехал к нему домой. С того дня Борис Рассказов под охраной. Все это время хранил молчание. Сегодня глава района впервые появился перед телекамерами. На панихиде он обратился к родным убитого. Я хотел бы попросить у Дмитрия Михайловна прощения у Виталика, что не сумел уберечь, конечно, Юрия Валентиновича. Но такой ход событий, наверное, никто и не предполагал. В тот день я находился на совещании в глав архитектуре Московской области практически до обеда, поэтому меня не было, к сожалению, на рабочем месте. И, значит, может быть, ход событий был совсем другой. Поиски Амирана Георгадзе идут третьи сутки. Он в федеральном розыске. В интервью нашему телеканалу его сын заявил, что не знает, где может находиться отец. Выходил ли на связь? Нет, не выходил. Если бы выходил, я бы ему, наверное, уже сказал бы, что все тихо, спокойно. Мы все ждем, и чтобы можно было разобраться дальше в делах. Я понимаю, что может случиться. Этого бы тоже нам не хотелось. Очень жаль, что все так произошло. Наша семья не такая. Сразу после убийств источник агентства «Интерфакс» высказал версию, что в последнее время чиновники выдавливали Георгадзе из строительного бизнеса. Поэтому якобы администрация не давала прокладывать к объектам коммуникации и препятствовала оформлению в собственность участков, на которых дома уже построены. На даре Георгадзе заявил, что у компании отца таких проблем не было. Все было честно, порядочно. Прежде чем начать строить, мы всегда все подводили и получали разрешение строить. А так как получится? Так не бывает. Однако есть сведения, которые указывают на то, что сложности все-таки существуют. Амиран Георгадзе до недавнего времени был директором фирмы «Реалсервис». Вот документ, подтверждающий это. Компания уже три года строит жилой комплекс «Арткрасногорск». Именно сейчас застройщик столкнулся с проблемой оформления земли в собственность. «Реалсервис» обратилась в арбитражный суд. Компания требует признать незаконным отказ регистрационной палаты в оформлении права собственности. В иске указан номер договора аренды земли. Тот же самый договор есть и в проектной документации жилого комплекса «Арт». Сегодня мы побывали на этом объекте. Почти все квартиры проданы. Скоро должно быть заселение. Возможно, это лишь один из проблемных объектов, о котором и писали в информагентствах, называя причины кровавой расправы, устроенной Амираном Георгадзе. Тимур Саразиев, Лилия Зорин, Рушан Умяров, Юлия Ходорова, Клим Санаткин, Первый канал.